В Краснодарском крае прошли зональные совещания по итогам деятельности органов территориального общественного самоуправления в 2013 году и задачам последующего периода. Кустовые мероприятия состоялись в Приморско-Ахтарске, Новокубанских, Гулькевичах, а завершился в цикл 11 апреля с совещаниями в Горячем Ключе и Краснодаре. Уже третий год зональные совещания проводятся с законодательным собранием нашего края в расширенном формате с участием представителей краевой администрации, главы руководителей представительных органов муниципальных образований, руководители органов ТОС, ветеранских организаций, представители казачества, участковых и полномоченных полиции. В совещании в Горячем Ключе приняла участие делегация Тимрюкского района, которую возглавили заместители главы района Александр Зимин и представители света муниципального образования Тимрюкский район Александр Шерстнев. Совещание в Горячем Ключе провел председатель краевого парламента Владимир Бикетов. В Доме культуры собрались активисты территориального общественного самоуправления девяти муниципальных образований. Владимир Бекетов проанализировал деятельность ТОСов, их участие в решении насущной проблем территории. В самом начале ТОСовского движения органы территориального самоуправления занимались элементарным поддержанием чистоты и порядка организации досуга по месту жительства. Сейчас характер их взаимодействия с органами муниципальной и государственной власти значительно вырос. Руководители ТОСов участвуют в заседаниях, сессиях представительных органов муниципальных образований. Входят в состав различного рода поселенческих и районных комиссий. Там они вносят обоснованные предложения, отстаивают свое понимание того, как должна развиваться территория. Среди значимых дел ТОСовцев хочу отметить ставшую уже традиционной деятельность органов ТОС по осуществлению социальной поддержки малоимущих граждан, инвалидов и больных людей. Руководитель парламента нацелил ТОСа на выполнение таких задач, как решение вопросов занятости населения, развитие малых форм АПК, профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа жизни, нравственное воспитание молодежи, укрепление межнационального согласия и межмуниципального партнерства. На совещании также выступили руководители органов ТОС, главы, председатели советов поселений, представители организаций и ведомств, которые поделились опытом укрепления взаимодействия структур разного уровня в решении вопросов местного значения. Торжественным моментом зонального совещания стали церемонии награждения победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2013 году. Конкурс был учрежден в 2007 году постановлением Законодательного собрания края с целью популяризации опытных наиболее успешных органов ТОС, стимулирования их работы. Ежегодно на поощрение ТОСов предусматривается более 46 миллионов рублей из краевого бюджета. По итогам 2013 года определены 132 победителя органа ТОС, занявшие соответствующие призовые места. Они представляют все 37 муниципальных районов и 7 городских округов Краснодарского края. В «Горячем ключе» наградили 27 органов ТОС из 9 муниципальных образований. Председатель ЗСК Владимир Бикетов и директор департамента внутренней политики и администрации края Владимир Свеженец поздравили и вручили премии представителям нашего Темрюзского района. Так, первое место в краевом конкурсе занял ТОС номер 2 Курчанского поселения, возглавляет который Светлана Волкова. ТОСу номер 7 Темрюзского городского поселения под руководством Жанны Брачек присуждено второе место. На третьем ТОС номер 2 возглавляемый Сергеем Бригадиренко из Новотаманского поселения. Органы ТОС, занявшие первое, второе и третье места, отмечены дипломами законодательного собрания, благодарностями губернатора, а также получат из краевого бюджета по результатам конкурса 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно на развитие своих ТОСов. Руководители органов ТОС победителей краевого конкурса также планированы.